Друзья, всем привет! Сейчас у нас на улице ночь, мороз и чистое звездное небо. И для этого я специально подготовил это видео, чтобы показать вам работу астрофотографии на Xiaomi Redmi Note 8 Pro. С помощью Google камеры мы это все будем делать. И я вам просто покажу результат, какие можно сделать прикольные фоточки. Ну, хотя я не мастер, но все равно что-то могу сфоткать и показать даже обычное фото на Google камеру в этом режиме, в режиме астрофото. Это что-то потрясающее на самом деле. Крутирую, что вы просто удивитесь от того, какие фотографии можно сделать, потому что лично для меня сфоткать без шумов в полной темноте звезды, это просто что-то раньше было космическое. А сейчас это реальность и сейчас это можно сделать с помощью вот этого вот замечательного смартфона и накатанной на него Google камеры. Теперь перейдем к основной сути видео. Для того, чтобы нам активировать режим астрофотографии, нам нужна Google камера версии 7.3. Также нам обязательно нужен штатив, потому что камера у нас будет стоять где-то минут 5. И важно очень, чтобы она не шевелилась. Это очень важно. Можно поставить телефон на какую-нибудь твердую поверхность, на что-то опереть его, на камень, я не знаю, как угодно. Можно просто экраном вниз положить, чтобы сфоткать звезды. Но важно, чтобы он просто был четко зафиксирован. И после того, как мы установили Google камеру версии 7.3, мы должны зайти в ночную съемку и активировать соответственно сам режим астрофотографии. Так, где у меня режим астрофотографии? Вот я его выбираю. Дальше выбираем фокусировку на бесконечность. Устанавливаем телефон на какую-нибудь твердую поверхность. И просто нажимаем на кнопку спуска. Сейчас я это все установлю, чтобы попробовать что-то сделать. И просто звездное небо, положу телефон экраном вниз, выберу таймер, поставлю на 3 секунды. После того, как я нажму на кнопку спуска, у меня 3 секунды будет на то, чтобы ровненько положить телефон и просто ждать. Давайте нажмем. И посмотрим, сколько нам придется ждать для того, чтобы сделалась фотография. 5 минут. Но смотрите, можно выключить эту съемку где-то минуты через 2. И все равно вы сможете увидеть звезды, все равно будет что-то видно. Даже, ну, даже нормально будет видно. А если мы ждем чисто 5 минут, то у нас записывается максимальное количество света. Прям просто максимальное. И тогда уже фото будет, ну, просто офигительное. Но можно не ждать 5 минут, можно сделать это все поменьше. Тоже будет неплохой результат. Друзья, и такой небольшой советик от меня. Вам нужно максимально отдалиться вообще от какого-либо населенного пункта. Потому что любой свет, вообще любой свет, он все равно будет улавливаться на фотографии. Даже если вы глазом не видите, вот, то все равно на фото он будет запечатлен. Поэтому вообще от любого света надо уходить максимально далеко. Возможно, глазом у вас ночь. Но на самом деле вообще любой свет от фонаря, даже если это там находится там 500-400 метров от вас, все равно это будет влиять. Поэтому нам нужно идеально темное место. Для таких фотографов даже есть карты световой вот этой вот структуры. Короче, просто на карте показано, в каких районах очень много света, такого светового мусора. Вот, и для каких-то фотографов это очень важная такая составляющая. Но нам важно просто отдалиться. Я сейчас грубую ошибку допускаю, но я как бы просто тестирую фотографии. Я не хочу сделать прям идеальный снимок. Мне надо просто показать вам, что все работает. Приятные для вас. И посмотрите вообще, какие снимки у меня получилось сделать. Я их еще немножко обработаю, чтобы это все красиво выглядело. Вот какое фото у нас получилось. Буквально там минуты 3-4 держал. И просто видно звезды. Даже если кажется то, что фото слишком такое какое-то окрашенное, ну не идеально темное, то это все из-за света. Плюс еще поезд сейчас проезжал, он достаточно так сильно светанул мне на линзу камеры. И это все равно, ну вот это все негативно короче влияет. Если бы я сейчас был где-нибудь далеко, у меня просто было бы черное небо. И это реально. Так просто сам факт, то что мы с телефона можем так прикольно зафотографировать звезды. И не только звезды, вообще любой предмет, даже если вы просто куда-нибудь в лес уйдете, в темноту полную, все равно какой-то свет будет попадать, записываться. И даже в этом лесу, все равно вы увидите какую-то картинку, даже может быть яркую. И это для меня кажется все какой-то магией. Потому что буквально в сентябре 2019 года я об этом не знал. И я пытался сфоткать просто звезды на обычную камеру. Ну просто взять, сфоткать и типа что-то увидеть на этом. Я как-то увидел одну маленькую точечку светящуюся. И я охренел от этого. Я эту фотку даже в инстаграм выложил. Типа фига, я сфоткал звезду. Типа вау, мне так нравятся звезды, что я даже одну смог сфоткать. А тут, блин, я могу полностью небо записать. И это фото я могу сделать черным, не таким ярким, как тут. Но могу просто сделать темно-белым, черно-белым. И это будет, в принципе, красиво так обработать. Буквально за минуту сделал. Вот до результат. Вот после. Как бы тупо темное небо со звездами. И это все красиво смотрится. Вот до этого я сделал снимок. Вот я его обработал так, на скорую руку. И просто черное небо. Это даже выглядит сейчас охренительно. Блин, не знаю, как это записать. Для вас, чтобы повиднее было. Вот. И даже такое корявенькое фото можно сделать не таким ярким, не таким теплым. Поэтому постобработка тоже важна для таких снимков. Чтобы убрать какой-то лишний свет. Которого у меня тут очень много. Если бы я смотрел это видео, я бы подумал, блин, чувак, почему-то не показал, как так обработать фото, чтобы просто убрать вот эту вот какую-то белизну из него. Смотрите, я сейчас вам покажу. Это такой будет мини-урок на минутку о том, как сделать такое же фото в Snapseed. Как убрать вот эту вот хрень лишнюю, чтобы света не было, чтобы просто темное фото было. Жму отменить изменения. Смотрите, я сначала добавил немножко резкости, для того, чтобы больше звезды виднелись. Прямо совсем чуть-чуть добавил. Можно до 25 добавить примерно. Вот, программка Snapseed. Потом коррекция. Я вот так вот на глаз просто делаю. Вот контраст можно вот просто контраст делаем, и уже как бы разница видна. Контраст можно еще чуть-чуть побольше. Насыщенность чуть-чуть уберу. Световой баланс тоже уберем. Светлые участки тоже уберем. Тени поменьше сделаем. И тепло чуть-чуть поменьше сделаем. Вот, все. Буквально вот несколько секунд. И вот такое вот фото у нас готово. Кто-то может сказать, типа, чувак, у тебя тут всякие провода на фото видны. Вообще, что ты там быстро в Snapseed натыкал. Но я просто показал быстренько, как и что можно примерно сделать. Я не сижу тут, я не хочу тут два часа сидеть, делать идеальное фото. Делать все чисто идеально. Я вам чуть позже в слайд-шоу покажу там под музыку, возможно, просто какие фоточки у меня получились с этого телефона, с Redmi Note 8 Pro. Сейчас я просто показываю такое вот, такие вот тестовые моменты, чтобы просто быстренько показать, как и что, и все. И перейти уже дальше. Друзья мои, я на этом буду заканчивать. И я вас просто настоятельно призываю перейти на какие-нибудь видеоуроки, посмотреть. Просто загуглите в YouTube, типа, уроки на длинной выдержке, там, как делать фотографии с длинной выдержкой. И там просто разные художники делают очень красивые снимки. И вы можете делать так же, потому что, если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы заинтересованы в этом. Либо вы хотите купить телефон, чтобы тоже это делать. Либо у вас уже есть, и вы учитесь. И смотрите возможности. Ребят, знаете, что возможность делать крутые фотки, она есть. Я вам показал то, что можно просто делать охренительные фотки ночью, в темноте. Можно и рисовать светом, можно и машины как-то делать, чтобы там от них полосы оставались, свет. Ну, короче, вариантов море. И некоторые люди как бы это все делают, и выглядит это все красиво. Поэтому вот, у нас есть реально возможность делать прикольные снимки на Redmi Note 8 Pro и на другие телефоны, на которые можно установить Google камеру. Поэтому, друзья, я, блин, рад, что на Redmi Note 8 появился режим астрофотографии. Раньше, да, была длинная выдержка, и сейчас она есть в режиме Pro, но она очень скудная. Я пробовал сфоткать звезды, я пробовал какие-то делать фотографии, но, ребята, оно так, ну, так скудненько, знаешь, как вот сравнивать какого-то дрища с качком, например. И качок это Google камера, а дрищ это стоковая камера. Ну, вот просто так, чтобы понимать разницу. И Google камера, блин, она дает офигительные возможности по фотографии. Поэтому учитесь, учитесь обрабатывать, учитесь делать фотографии, там, смотрите видео всякие, чтобы идеи для себя какие-то брать. Потому что, ну, фотки можно делать даже с этого телефона, просто бомбезные, реально. Главное только знать, как. Поэтому все, я надеюсь, я вас смотивировал как-то, чтобы какие-то фотографии учились делать. Вот, потому что возможность это есть. Возможность есть даже купить какой-нибудь телефон от Xiaomi. Они не особо дорогие. Это такой бюджет, такой более, ну, вот именно, чтобы бюджетные телефоны. И на них можно устанавливать Google камеру и просто делать сногсшибательные снимки, если еще, ну, как-то подучиться. Вот, а я уже все, пойду домой, у меня рука отмерзла. Я уже где-то часа полтора-два на улице пробую что-то заснять для вас. Вот, в основном время ушло много на сами фото, потому что я сейчас сам тоже все осваиваю. Просто нельзя так с первого раза взять и все сделать. Все. Сколько времени-то у нас? Ну, жестко. Я уже все отмерз. Всем пока. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то я ничего не буду просить.